Пионер Диджей ТВ Это просто клубный диджей, это артист Чироки, который выпускает свою собственную музыку, своим собственным вокалом, это спортсмен, который чемпион медиалиги по баскетболу, об этом мы отдельно пообщаемся, а теперь это еще и участник Бойс Бэнга. Фух, даже ничего не забыл почти. Пристоит очень-очень-очень большая нам разговора обо всем этом. Ну, у всего есть истоки, поэтому предлагаю начать с них. Ты из города Новосибирска. Расскажи о своем пути. Как ты пришел в диджейнг? Как ты очутился в Москве? У диджейнг был такой, наверное, производное из хобби, что ли. Музлов всегда нравилось, всегда была частью моей жизни. Хорошо, что ты начал с этого вопроса, я его ненавижу, потому что на всех буквально подкастах, интервью, где я был, я, короче, отвечаю на этот вопрос. Мне кажется, аудитория пионерзит жизнь и Ви еще не знает. Я с кайфом, с радостью повторю, потому что всегда мурашки по коже, как этот путь начинался. Какой это год примерно? Это, наверное, 2016, что-то такое. Потому что, если в 2018 мы уже начали двигаться с Лехой, я уже диджейл туда пару лет. Это основной мой заработок был, я был ведущим всех мероприятий, возможно, в Сибири, всячески, от свадеб до корпоративов, открытий или ДВТ и тому подобное. И как-то параллельно у меня друг занимался диджейнгом, который был как раз первым диджеем Лехи. Я на него смотрел, думаю, блин, ну если он может, то я могу. Почему нет? Знаешь, такой есть всегда друг, за которым тянешься. И как-то был такой клуб, место, Хука Хаус в Кемерово. До сих пор, по-моему, есть. Почему вы меня не зовете? Непонятно. Да, вот. И как-то там один диджик заболел, и друг меня позвал, говорит, не хочешь, типа, в Кемерово сгонять? До этого я играл только в Новосибе. Вот. Я туда съездил, и как бы мое именно постановление, как бы, как диджея, как вот, как я себя сейчас позиционирую, какой стиль игры там, и диджейнг я пропагандирую, он был там. То есть это какой-то такой, знаешь, мы материмся, нет? Да, да, можем. Да, какое-то именно вот разъебное выступление на харизме, там, может быть, недостаточно каких-то супер диджейских скиллов, но вот именно работа с публикой, с микрофоном, вот этот весь движ там начался, и вот именно там мне давали раскрыться, и там я понял, что вот, короче, если я буду диджеить, я буду делать это так. И потом уже постепенно, параллельно, там, через общих знакомых, Влад Козлов, это был менеджер, там, Алексей, он меня позвал выступать вместе с ними. Первый тур у нас отлетел, то есть, знаешь, я там отменил все свои заказы, все такое, бля, я хочу этим заниматься, короче. Я знал, что ведущество, это какой-то там мой потолок, и я хотел двигаться дальше в музле. И, конечно же, там было и меньше денег, и предложений, я такой, ну, все равно, я еду с вами, мы потом встречаемся в этом Хонде Цивик в Лехине, и он такой говорит, блядь, у нас отмена тура, нас, короче, наебали, там, и тому подобное, я такой, клево, ладно. Ну, дождался, поехал дальше, все это развелось и привело меня сюда, и вот я оказался тут сначала, мы в Новосибирск какие-то концерты давали, вот, потом там я приезжал в Москву, спал там на матрасе, мы давали концерт в Олимпийском, потом я ехал в нашу квартирку, где мы были втроем, вот, и как-то постепенно, вот, в общем, собственно, и сам гастролирую, сам выпускаю музыку, вот, то есть большой респект Лехе за то, что давал мне какую-то свободу действия, да, говорит, вот сцена, вот я делаю, что хочешь, MC, танцуй, делай разогрев какой хочешь, классно себя там, выпускать своем узло, да, мне говорили, например, если я буду работать с Егором Кридом, меня посадят на второй этаж, туда, и я буду там и на бас-гитаре им играть, и подпевать, и там ставить треки, да, в тени, так сказать, находиться, а тут я стал полноценной частью шоу, даже отчасти, скажу, большей ее частью, да, то есть Леха как бы брал треками, своей какой-то харизмой, да, мне приходилось, конечно, из жопы вон лезть, чтобы меня как-то кто-то тоже увидел, и это дает свои плоды, и вот теперь я не только там диджею, я и артист, и часть босс-бэнда, спортсмен, филантрон. Пока что не миллиардер, но скоро будет. Пока что. На самом деле это большая ценность, да, что всегда условия любого шоу ЛДЖ было то, что ты играешь в warm-up set, небольшой, да, перед выходом Леши на сцену, это, конечно же, очень, я думаю, тебя стимулировало и придало тебе такую первичную известность в России, ты смог начать свою собственную карьеру губного диджея в том числе. Как это все у тебя началось? То есть тебя пригласили уже, когда ты очутился в Москве, первый раз на гастроли или в московский клуб? Как это было? Да, вот я тебе скажу, первое время вообще не было времени самому гастролировать, было достаточно слегка концертов, вот реально у нас был там тур типа 40 городов за 60 дней, ну блин, типа ты сел в газельку там или в самолет и вот ты прилетел, дал концерты и тут же у тебя там Камчатка, Кипр, там то-се, реально, то есть даже не было как будто бы время на свои выступления. Потом уже как бы когда какой-то наступил момент, реально Леха как-то у него было, знаешь, такое ощущение, победил всех, все, уже доказывать нечего и мы как бы стали реже выступать и, конечно же, я такой подумал, ну сначала я выступал только как артист, думаю, все, я не позиционируюсь, как диджик, это прошлое, типа все, я рэпер там или кто еще, вот и, конечно же, я понял, что как будто бы диджей более востребован, то есть ты можешь каждые выходные выступать, получать неплохие деньги, да, если вся там подставка там официальный диджей ЛДЖ, кто-то пишет, кто-то нет, меня прям спрашивают, а можно ли это указать, как бы мне, у меня нет такого, значит, внутри типа нет, не пишите, я сам добился, я чуроки, ты не знаешь, что такое чуроки, что ли, вот, и поэтому я не помню, когда первый раз прям выступил в Москве, это, наверное, были какие-то мои сольные выступления, как артист, типа в секретруеме, там, да, ну вот постепенно как-то все начало, какие-то гастрольные моменты выливаться, и вот. Ну а чего ты больше кайфуешь, от выступления с микрофоном, как артист или от диджи сета? Ну конечно же, наверное, я больше всего кайфану от того, когда я сольно выступлю, дам какой-то а-ля свой концерт, которого еще пока что не было, я просто не считаю, что я там соберу достаточно людей, да, именно вот по этой, но кайфую просто от того, что делаю вот реально, то есть как бы даже диджей сеты, пытаюсь туда что-то новое ввести, пытаюсь там новые треки, да, пытаюсь как-то по-новому все поддавать, сводить что-то такое, искать новое, в этом я от этого кайфую, это то, чем я занимаюсь, поэтому как бы, ну, зовут везде классно, то есть, конечно, бывает напряжение, бывает, знаешь, там, менеджер меня продал там в какой-то город, я захожу, смотрю афишу, слышу музыку, которую там, вижу людей, захожу на заведение, такой, блядь, придется немного напрягаться, но в основном люди в курсе, кого зовут, что ожидать и вот как бы знают меня по моему почерку и там, конечно, самые лютые кусочки происходят, вот, я как бы не устал, мне нравится, мне клево. Как сейчас твой плейлист выглядит? Плейлист выглядит? Вот смотри, тут короче такая тема, как будто бы еще с уходом всех площадок, вот сейчас на данный момент, да, ты меня спрашиваешь, немного зашкварился у людей вкус, из-за того, что еще зарубежные к нам не приезжают, да, то есть, раньше там приехал какой-то диджик, да, все-таки, вау, так можно, вот, и ты стараешься делать так же, люди уже открыты к этому, а сейчас как-то вот, как будто все слушают, там, стагнация, да, ну, да, типа идет такой, знаешь, там, ты раньше мог включить хит, да, который там, мировой, все-таки, да, ты знал точно все в курсе, к этому готовы, а тут даже вот, например, крайний мой приезд в Дубай, да, кажется, ну, мировое какое-то, да, место, богачи там и тому подобное, и бро, ну, блин, все равно ты играешь, короче, поехали по очереди, Меладзе, Агутин, Асти, там все дела, даже девочка местная диджек, мне подходит и говорит, блин, Чироки, ты это играешь, я говорю, ну, иногда приходится, то есть, окей, полчаса ты даешь какой-то стилек, там, может быть, там, какой-то афро-хаус, еще что-то, если это взрослая публика, да, какая-то музыка более, как-то, знаешь, это, воспринимать ее легче, да, чем, там, тот же хип-хоп, еще что-то, вот, но потом ты опять все равно переходишь вот в эту зону хитов, которые ты знаешь точно, что люди встанут, будут танцевать, и для меня чаще всего каким-то, знаешь, это ключ к успешному сету, это, что люди кайфануют, окей, я может дал говна, окей, там были треки, которые там вроде я не поставлю, но если я вижу, что люди встали, люди кайфуют, люди танцуют, значит, все получилось, короче, как-то вот так. То есть ты в любом случае ориентируешься на фан-спол, кто перед тобой и пытаешься всех удовлетворить? Да, я стараюсь так, я стараюсь не гнуть там свою линию, знаешь, прийти там отыграть, типа, а вы не выкупаете, то есть я начинаю с какого-то, пытаюсь там, ну, что-то новое поставить, если идет отдача, мы двигаемся, как бы в этом направлении все нет, я включу Ашера Е, и это будет как будто люди первый раз вообще услышали, и все такие, вау, я не знаю, как это работает, либо я выбираю какой-то момент, вот реально ты такой, хоп, делаешь там брейк, включаешь Ашера, и все такие, ладно, я понял, хорошо. А, то есть для тебя вот это, типа, у каждого диджея есть такой трек, когда он пытается, пытается, понимаешь, что нет, нет. И мы не свечуем, свечуем. Нет, надо, типа, менять волну. Ну да, то есть, как бы, лучше, чтобы всем все понравилось, всем все было в кайф, никто не сказал, очередь пришел, там, гнал свою телегу, да, знаешь, лучше меня позовут еще раз, еще раз, да, я буду, как бы, и постепенно ты через, там, вот эти поп-моменты в сетах, ты вкидываешь какие-то новые трючки, стилечек, и прощупываешь постепенно, как бы, публику, которая, там, каким-то к новым стилям музыки, к новому звучанию, да, я не такой категоричный, как Мэг, там, Мэг-легенда, да, там, Мэга есть, там, супер-бэкграунд, я бы не сказал, что я, там, самый известный, там, диджик, будь у меня, там, знаешь, какой-то, я был бы на пике своей популярности, может быть, я бы пришел и дал 40 минут вообще того, что я хочу, все бы стояли вот так, а-а-а, боже мой, это бог, как бы, я все равно понимаю, что, ну, как бы, я больше для интертеймента, и чтобы сделать вот этот интертеймент, нужно, как бы, немного подлезать публике, так скажем, я вообще не против, все кайф, то есть, как бы. Где ты сейчас пополняешь библиотеки? Ты правильно заметил, что многие, там, ушли стриминговые, какие-то ресурсы, какие-то иностранные пулы нельзя оплачивать из России? Да, я всем советую Spotify, то есть, даже ты, там, оттуда не скачаешь, но ты, по крайней мере, услышишь, там, новое музло, я не знаю, как люди слушают, извиняюсь, там, наши русские, там, Яндекс музыку и так далее, там половины просто нового, новой музыки нет, Спотик классно предлагает тебе по твоим, там, жанрам, то, что ты слушаешь, открытия какие-то, реально ты такой, о, что за тип, там, у него две тысячи прослушивания в Spotify, там, меньше, чем у меня, да, а у него, там, супер музло, и уже ты можешь дальше искать, там, всем вообще не подстрижусь, там, Джести Пул, да, который, там, в качестве выкидывает тебе, да, и у тебя может весь плейлист в желтом быть, но я из тех, наверное, диджеев, из тех, что важен даже не так, не то, какой ты трек поставишь, а то, в какой момент ты поставишь тот трек, вот, там, в танцполе, я не знаю, в этой тусовке, да, ты можешь, там, повторить даже то, что играл до тебя диджей в эту ночь, но если ты выбрал тот супер момент, да, когда, там, девчонки были на танцполе, ты поставил что-то, или все уже сходили на бар, выпили достаточно и вернулись, то есть, это же тоже какой-то, знаешь, неописуемый, вот, например, меня, там, спрашивают, Сера, что ты, там, не делаешь свои курсы, там, не знаю, или что-то еще, вот, ну, то, что я делаю за пультом, ну, трудно научить этому, там, какая-то, вот, это, харизма, я бы не сказал, что я, там, супер, самый скилловый, вообще, диджик, там, да, у меня, там, какие-то, я могу и на слинхе поиграть, да, и наоборот, я даже считаю, что те, кто супер задроты, диджейнга, там, блядь, скретчинги, там, клубы, куча, мало кто почему-то у нас в России вот это ценит, короче, приезжает какой-то задрот, показывает, да, я вот играл в ДК в Питере, и передо мной был тип, который, там, на драм-машинке, вообще, там, он чемпион, там, всего этого, и люди такие, ну, прикольно, ну, был дроп, там, оптемповые, а так они не выкупают особо, вот, через то, что он делает, там, у него, там, пады, приедет, там, Фредеген, никто не поймет, блядь, что он там, а это он сам делает, типа, прикольно, то есть, вот, как бы, не, понятно, что материал решает все, и если, там, того же Фредегена не объявить афишей, а просто поставить какой-нибудь ночной клуб, да, то есть, я думаю, что народ, как бы, не ворвется так, как, если это афишное мероприятие, когда все приходят за его музлом, за его коллаборациями, там, с Кридексом, да, и так далее, ведь стадионы, конечно же, взрываются, это как раз, вот, та часть, все заложники медиа, да, грубо говоря, вот, а медиа, особо хотел с тобой пообщаться, потому что ты очень круто делаешь свои соцсети, развиваешь, и бодришь все время фан-базу, все время их поддерживаешь, причем, заметить, там вообще, как будто бы, не позиционируйся, как диджик, то есть, у меня нету каких-то, там, даже, тебя сложно вообще идентифицировать в этом шоу-бизнесе, кто ты, диджей, артист, спортсмен, ну, просто стараюсь, как-то, вот, все, что мне нравится, как-то стараюсь чуть монетизировать, у тебя есть какие-то, там, может, ты консультировался, или это все у тебя интуитивно происходит, это просто интуитивно, наверное, если бы я консультировался, я бы здесь сидел, как, то есть, а тебе нет контент-плана на неделю, ты там сидишь так, вот, сегодня я пилю, просто, просто делай, типа, вот, какое-то такое правило, и оно самое простое, я всем могу сказать, да, любое, что бы ты ни делал, просто тупо делай, и вот, закон Ньютона, тебе будут какие-то звонки, еще что-то, сейчас, вот, кстати, много встречал людей, вот, я езжу на гастроли, мне говорят, вот, мы там привезем, там, того-то, типа, Алекса Твейна, знаешь, такого, например, да, я тогда еще такой, не знаю, типа, а что за тип, ну, у него рилз залетел, вот, мы его везем, типа, я такой, так, ну, понимаю, да, что, типа, кто, ну, вот, он тоже задрот, диджейский, да, музыкантом делает треки, выпустил пару рилзов, они залетели, теперь у него гастроли, вот, ты тоже так же, то есть можешь, просто я делаю какой-то контент, там, не знаю, со шмотками, например, да, и я не помню, когда я последний раз покупал вещи, мне просто их засылают, я снимаю рилз, я думаю, прикольно, контент, заодно, как бы, я дружу с брендами, как бы, вот, двух зайцев убиваю, прикольно, какие-то, просто нужно выпускать контент, делать его постоянно, быть в инфополе, поэтому я считаю, что, например, для артистов тоже не советовал бы сейчас выпускать альбом, потому что, если к тебе нету фокуса внимания какого-то, выпускать альбом, там, даже EP из пяти треков, ну, это такое, ты просто встрешь вот их, либо ты этот, пять треков будешь пушить, вот, очень долгое время, а если у тебя написано, там, 12-10 треков на год, да, и ты такой, так, сейчас, вот, Новый год пройдет, и, там, с февраля я буду каждый месяц дропать вместе с видосами свои треки, и кто-то где-то когда-то скажет, о, ты выпускаешь треки, оказывается, даже вот с группой у нас, там выходит уже третий сингл, я вижу, что, там, некоторые люди только сейчас понимают, что у нас, там, с бойс-бэндом, у нас, там, что-то выходит, там, ну, такие, бля, ребята, ну, и прикольный вот этот момент с бойс-бэндом тоже, то есть, там, я могу захватить публику, которую, наверное, кто там, кроме Соколовского и тебя? Там, там, четыре человека, да, я, Соколовский, Эриан и Санти, Эрик Эриан, это тоже, там, певец, мы все, как бы, творческие единицы, не было такого, что, типа, вот, сейчас ты в бойс-бэндии, ты больше ничего не можешь делать, то есть, у нас, мы параллельно выпускаем свои релизы, параллельно, там, я гастролирую, никто не берет, там, с этого, потому что, какие-то... А как выстраивается у вас работа тогда внутри, то есть, нет никакого продюсера, я так понимаю, вы просто четыре креативных шума. Ну, грубо говоря, мы решили сами, да, себя, мы закидывали лейблом, лейблы такие, вау, пиздата, но пока не готовы идти по полет, мы не понимаем, как это будет работать, вот, я скажу, что продюсер, там, у нас главный идейный герой, это Влад, он нас собрал, он, я брыкался, как мог, я такой, блядь, нет. А Влад теперь еще и диджей? Ну, у него и свои электронные трэки есть. ВС-20, да. Да, 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 и он еще и диджеет. Вот, кстати, мы просто с темы на тему можем прыгать. Можем, да. Я потом, напомним, мне поговорить вот насчет того, что Влад тоже диджей, как многие медиа становятся тоже диджеи, и как они, блядь, играют, и как они, сколько они стоят, и мазафака, короче. И тоже меня кто-то спрашивал, там, типа, вот ты, завидуешь, не завидуешь, считаешь ли ты конкурентами, там, многих, там, ребят, которые были, там, моделями, блогерами, там, спортсменами, становятся диджеями, но это такое, то есть половина. Если, я знаю ребят, типа, Джон Ховевер, да, который, все его знают тут тоже, наверное, который тоже начал диджеить, но этот чувак, который реально диджеет, он приходит, но как-никак он играет, да. Есть девчонки, не будем называть имена, которые там ставят микс, окей, на них приходит куча людей, но они не диджеи, вообще ни хрена. Слушай, я уже наблюдаю третью волну, на самом деле, Celebrity DJs, это так называлось раньше. Ну, раньше это было, да. Это было после телешоу всяких разных, появлялось минимум 10 диджеев, там, не знаю, там, это, каникулы где-нибудь, за стеклом, еще что-то. Ну, в общем, реалити-шоу, и они пытались монетизировать, тогда не было, там, так развиты соцсети, и нельзя было продавать рекламу и загонять на кидском проекты, там, и так далее. И все, типа, решали монетизировать, потому что они брали записанный микс и ездили по городам просто собирать бабло. Так, кстати, начинал Кирюха, и он в этом признавался много раз, Лепуха Кида, который проект, да, то есть потом он увлекся реально этой темой, заболел, и сейчас он реальный диджей, да, то есть ноль претензий. Потом была волна, когда телеведущие, артисты, актеры становились диджеями, чтобы тоже монетизироваться как-то. Теперь, когда есть соцсети раскачанные и можно зарабатывать на рекламе и на интеграциях и так далее, зачем блогерам становиться диджеями, я уже не особо понимаю. Либо чтобы влиться в тусовку как-то, либо чтобы какой-то себе повесить новый статус. Они сами понимают этот вопрос? Не знаю. Ты общался с кем-нибудь на эту тему? Ну вот я говорю, вот Джон Хавер, например, у чувака там влоги, обзоры на альбомы, то есть у него очень большая фан-база, то есть это тип, на которого реально приходят. Это клево. И для заведения, которое позовут, и он узнает, что придут типы, потому что ну реально там я приходил на вечеринку, он отыграл, все ушли. То есть, блядь, пол клуба просто. Все такое понимаешь, да, окей. И он играет. И за счет его какого-то вот этого там социального статуса, скажем так, люди реально слушают и какие-то даже косички заметны, незаметны, но тип играет, нету. И я такой, блин, бро, респект. Вот, ну окей, все, ты как бы приходишь, ты двигаешь свою телегу, ты делаешь обзоры на музло, у тебя новое музло вот этих там рэперов, ты там один из первых слушаешь их микстейп-альбомы, и ты их еще и ставишь. Это все как бы в совокупности, если ты шаришь, выглядит прикольно. Вот. А когда там... Я могу тебе назвать еще один положительный пример, там тот же диджей Яроки, который хамали, но это Мариновай. Почему ты диджей Яроки? Ты же знаешь, что я существую. Почему ты взял какой-нибудь на себя? Ну, не похоже. Ну, чуть-чуть. Я, кстати, совсем не пенсировал. Ну, просто чуть-чуть. Ну, вот там чувак, видимо, то есть, как мне кажется, я не общался с ним, да, об этом, типа, мне кажется, что он подустал немножко от той волны, которая происходит в их творчестве, и решил как бы... Ну, все они заражаются в клубах. Вот он попал на какое-то выступление диджея, погрузился в эту атмосферу и понял, что это вообще другой мир. Ну, вот тут тоже скажу, что ты тут молодец. Почему? Почему? Только с момента, как начал выпускать свой Аферхаус. Вот когда стал выпускать свои треки. То есть... Слушай, но он здесь умирал вот в этой школе месяцами, чтобы научиться реально, типа... Ну, вот тоже молодец, тоже респект, да, парень не просто встал такой... То есть бывает, я играю... Я играю после там блогера или перед, да, например, и ты знаешь, мне говорят там, человек, помоги подключиться. Я такой, блядь, в смысле? Ну, типа... А у тебя гонорар больше, чем у меня. Ну, типа того, да, то есть я не хедлайнер, я просто тут рядом, типа, помогаю, да. А тут еще я такой встаю, блин, ну... Вот, и тут вот Кироки тоже, как бы, респект, потому что поначалу, когда там звали, я видел, был такой отзыв неоднозначный от публики, типа, блядь, все ждали девочка Вайна, а тут приезжает тип с диджи-сетом. Да. То есть, и как бы, я думаю, был такой переходный момент, который вот сейчас уже половина... Я думаю, тебя тоже там все ждут, когда ты розовое вино включишь, как бы. Я включаю, и это ремикс, и мы кайфуем вместе. Я беру микрофон, и мы поем это. Я ведь знаю, что люди... Но я думаю, вначале ты, типа, такой немножко, типа, ну, камон, я не буду, типа, ставить... Ну, у нас было как-то, если... Мы и так с Лехой везде ездили с ним, везде были, это было везде, да. А сейчас, как бы, ну, в этом есть смысл. Сейчас уже, типа, все соскучились, да? Тогда, как будто бы было уже много всего типа... Грубо говоря, мы дали концерт, через час я еду играть сет, и там стоит Леха, и, как бы, ну, есть... То есть, это, как сказать... Если бы Леха врывался, там, другие ценники и так далее, да? То есть, это какие-то были на это свои причины. Сейчас там куча ремиксов, там, и, как бы, я врубаю, и мы вместе кайфуем. Это, конечно, классик, что ли. Да. Вот. Ну, вот это мы говорим-то по пользе медиа. То есть, всем надо обращать на это внимание. Сейчас ты... Либо даешь больше лайфстайла у себя в соцсетях, или все-таки больше про музыку? Больше... Или ты, типа, совмещаешь? Лайфстайл, и он такой совмещен, как бы, именно с музыкой, но меньше с диджейном, как бы, вот так, почему-то не знаю. Как-то вот... Как-то вот так вышло, что ли? Вот мне нравится, кстати, знаешь, для меня вот образец ведения соцсетей Леши Миронов. Да. Я пока еще его не вызывал сюда на беседу, но вот мне кажется, вот его... Тут пизда-то, приходи. Лайфстайл, типа, это вот прям... Он очень, во-первых, классно фоткает. Не знаю, сам ли это он делает контент. Сам, сам, сам. Очень крутые кадры, классно обрабатывает, и все это выглядит очень круто. Причем у него по минимуму видосов, а вот именно вот как-то он умеет запечатлеть, там, полетел в Алматы, какие-то кадры нашел правильные, как он все время, конечно, больше фэшн. Миронов это из... Кто-то выкладывал даже мем, полимек, мэк или... Че, я не помню. Типа, когда диджей отыграл, и истории диджей после диджейс, это когда 25 репостов видосов. А, да-да-да-да, типа, когда его... Это все в сторис, да. А в аккаунте позиционирует себя, как такой, так, фэшн, так... Ну, у него есть своя марка одежды, да, поэтому это понятно. Но все равно он какие-то элементы, такие модные подмечает аксессуары. Да, но это вкус, видишь, тоже это. Вот именно та штука, которую, как бы, особо-то не научишь, это насмотренность, это какое-то вот чувство стиля изначально, которое какое-то есть, присутствует. И оно у него классно транслируется. И вот это и то, почему он супервостребован. Первичное ему известно стало АВГ, безусловно, да? А сейчас это просто чувак, за которым ты следят. Он еще и в тусовке, то есть в этой питерской, он очень давно этим занимается. И это все сейчас дает максимальные плоды. Он сам делает вечеринки очень пиздатые. Мы с ним классно... У нас будет... А в одной команде или нет, я забыл? Ну, мы по баскетболу нет. Но он Питер, я Москва, нам получилось так, да. И как будто бы интереснее. То есть конкуренция рождает классно, не знаю, рост личностный, да. Ну, музыкально вы близки друг к другу. Музыкально мы близки, у нас совместный трек вышел. У нас будет выходить совместный релиз. Да, у нас уже там есть классный трек, который мы будем выпускать вот к концу лета. И это все будет анонсироваться с какой-то эпишкой, которую мы сделаем так прикольно у нас есть к этому момент. Мы не на лейблах, и поэтому мы не торопимся там. У нас нету какой-то задачи вот отгрузить там 25 треков, чтобы это все было тикток. Мы сделаем в кайф классный релиз. Тоже, опять же, на стельке, который мы будем играть на своих сетах. Возможно, поедем в какое-то совместное турне по минимуму городов. У нас есть классные знакомые и друзья, через которых мы все это можем промоутить. И я думаю, будет клево. Давай перейдем туда к медиалиге, раз мы в любом случае Алеша в баскетболе. Как это вообще возникло? Как это получилось? Как давно ты вообще баскетболист? Я вообще не знаю, что ты играешь. Баскетболист я давно. Ну, как баскетболист? Короче, я занимался баскетом в Новосибире. То есть в секции? Ну, как секция. Блин, в школе там была школьная команда. Но я тебе просто так скажу. Или это просто типа рэп, баскетбол? Ну, это рэп, баскетбол, да. Это был стритбол сначала. Короче, я плавал там три года. Плаванием подводным занимался. Не знаю, каким образом меня родители заставили заниматься этим видом. Подводным? Что такое подводное плавание? Это когда ты с ластами, у тебя трубка, маска. Это ты там... Это какой-то спорт? Это был спорт. Это не было олимпийским видом спорта. Это ты ныряешь, там у тебя моноласта. У меня даже шрам, меня здесь порезали прям. Моноласта из стеклопластика. Я плыл за типом. Он развернулся в меня прям в воде все. Кровище было, короче, да. Там такие нормативы, типа донырнуть до чего-то. Не донырнуть, ты просто, например, 50 метров под водой плывешь. То есть ты задержал дыхание, ныряешь, плывешь с ластами. Без кислорода? Без кислорода. 50 сотка, например. Есть с баллоном. У тебя кислородный баллон, ты его спереди держишь, плывешь там 200 метров под водой именно. То есть это разные нормативы. С ластами, без ласт. С кислородным баллоном, без. То есть я ездил на какие-то соревнования. Но это, видимо, очень доломный и крепкий. То есть ты подготовлен был? Я был подготовлен, да. Потом, грубо говоря, опять же, был друг, с которым я туда пошел. И классно в детстве что-то делать вместе. Потом он почему-то ушел. Я решил уйти вместе с ним в баскет. Он ушел туда. Мне понравилось, я влился. Была любовь жесткая вообще. Мне очень нравилось. Я играл на школьном уровне. Сейчас все будут говорить, что я профессионал. Нет, потому что когда я переехал в Москву и увидел, как тут занимаются, я просто такой, типа, что? То есть ребята индивидуально готовят какие-то для них. У меня там тренажерный зал, блин, кольцо в стену вот так стоит, знаешь, там, воду нельзя пить. Ну, это все спартанских каких-то там чисто на энтузиазме. Потом у нас была стритбольная команда в Новосибирске. Мы классно играли. Но это, опять же, на улице, я не назвал бы это профессионально. Была пара микстейпов. Потом был большой перерыв, потому что я получил травму крестообразной связки. Я играл в любительской лиге, там, очень сильно болел за нас и вырвался до последнего. Неправильно сделал элемент спортивный и получил травму на какое-то время. Потом, переехав в Москву, очень долго искал с кем, где играть. Но уже был таким а-ля селеберти. И когда Nike было еще здесь, от них был такой классный медиа-четверг, где там я, Big Russian Boss, L1, там, Сережа Мезенцев, Вова с Nike, да, играли там. И это было клево, здорово. Это как-то снималось? Я просто чуть-чуть не видел. Это не снималось, просто это было, как, вот, типа, знаешь, были ребята, которые а-ля около, там, L1, там, да. Просто была тренировка от них бесплатно. Короче, как-то там тренировались. Потом был еще, ну, и вот у нас есть вторник, где мы просто с ребятами бегаем, вот. И потом ребята с бейсмент, тусовка, да, очень. Я там тоже, как бы, получил свой фидбэк классный. И у них играл, выступал как артист. Делали медиафутбол, как-то откололись от медиафутбола. В ковид думали, чем заняться, потому что, ну, тусовки, это, как бы, спонсоры все ушли. Вот, и как-то так зародилась идея вместе, там, со мной, со всеми, там, у истоков, кто стоял там, Берг, ребята. Может быть, сделать медиабаскет, потому что это стильно, клево, классно. Спонсоры типа букмекеров на это пойдут, потому что спорт, это классно, клево. Вот, и все, мы как-то были в Краснодаре на финале медиафутбола и запрещали о том, что, может быть, Сэл Джеймс с нами сделать команду, потому что я заряжен, я знаю, я играл в Пенни, Пена там играл в Диджи Кида. Там все играли, то есть это была одна из первых таких медийных команд, реально, да, где вот прям все были селеберти, грубо говоря, Смезенцев, там, Вашингтон, я, то есть не было почти профессионалов. Вот, и на время зарождения медиалиги баскета мы расформировались и сделали много классных команд, и вот это будет... Я никогда бы в жизни не мог подумать, что буду сидеть здесь перстнем чемпионским после всех слов, что да, ты, там, в детстве, я помню, приходил там в секцию к классному тренеру по Новосибирскому, какой год, 90-й? 90-й? Ты какой рост? У тебя ничего не получится, брат. И мы просто с батей выходили вот так в машине сидел, думал, что реально? А как же американцы, которые там в Макси Бокс, у него рост меньше, чем у меня, он легенда, как тактик, да? И тут вот, короче, так получилось, то есть там, не знаю, очень клевое мероприятие, будет четвертый сезон осенью, приходите, берите семью, это супермероприятие, куча игр, это не профессиональный баскетбол, в котором ты, если вдруг ты что-то не понимаешь, ты сидишь такой, 4-4, типа 10 минут, что-то туговато, а тут как бы 5-10, 5-7 игр, артист выступит, классные люди вокруг, свет, шоу, представление. Правила все, судьи, да, то есть все серьезно? Судьи, правила, все свое, то есть у нас там мэдшоты 4 очка, данк сверху 3 очка, там, буллит можно вызвать, и ты придешь, можешь посмотреть, как нелетно. Ну, а рубитесь вы там? Мы прям там рубили, там рубили. Или прям есть эмоции иногда? Капец какие, не иногда, все смотрят, то есть очко в очко очень часто, вот ты прям вот... Нет, я имею в виду, типа, между командами. Я скажу так, мы все друзья, все классно, но когда на площадке... Ну да, то есть и за счет этого от нас отделился Мезенцев Сережа, который как бы хотел... А он был в своей команде? Он был в нашей, да, он был сначала в пене, из пены ушел, перешел к нам, не получил достаточно там игрового времени по каким-то либо там причинам, и хотел вот, знаешь, как-то все это, чтобы было суперфан, выходить, получать удовольствие, а мы как-то очень серьезно к этому подошли. Мы за два сезона у нас одно поражение, за два сезона одно поражение, и мы как-то хотели довести дело до конца. Кто что? Кто вас выставил? Козлы Гуди. На два очка мы проиграли, то есть мы шли 10-0, понял, мы все такие 10-0, 10-0, все. Дима, Дима. Все, да, и короче, да, на два очка проиграли, но как-то собрались в следующем сезоне тоже мы... Вот 11-0 у нас вышло, я не знаю, сейчас у нас цели, сделали, сохранить костяк команды. И бизнес его не устроило, что вы в трусах так прям рубили. Ну, как-то, да, было Рубилова, он говорит, хочу как-то играть, не только, знаешь, чтобы мне доверяли. А он типа вообще из медиа ушел, типа, или он в другой команде? Нет, он ушел, он как свободный агент, видимо. А кому-то присоединится? Я как будто бы ему предложил, и вижу его максимум развития, это сделать свою команду со своим Blackjack'ом и шлюхами, короче. Со своим вот правилом. Вам можно добавлять профессионалов в команду? Да можно хоть кого добавлять. Без разницы. Есть просто регламент, определенное количество заявки у тебя должно, не больше там двух профессионалов, не менее двух селеберти-медиа, не менее, то есть если у тебя... А кто принимает решение? Вот вы говорите, вот мы собрали команду, вот у нас Вася, Петя и два там каких-то профессионалов. Ну как, ну есть как бы, как в команде, есть там... Нет, нет, есть менеджер. Команда принимает состав медиа-лиги. Медиа-лига. Ребята из Бейсмонта. Да, то есть ты им, чтобы, ну сейчас по-любому тоже... Даешь заявку, они рассматривают. Уже больше команд, да, даешь заявку, то есть тебе нужны там охваты, определенное количество медиа-игроков, может быть, селеберти. Селеберти от медиа отличаются. То есть я медиа, есть медиа-игрок, это человек с баскетбольным прошлым, но известный в баскетбольном комьюнити. И профессионал. А что говорят, кстати, вот ребята, кто прям профессионалы, типа, какой уровень сейчас? Они говорят, вау, уровень нормальный, да? То есть они приходят и говорят, в БТБ такого нету. То есть уровень какой? Профессионал играет, то есть 3 на 3. Грубо говоря, каждый играет против своей позиции. Я играю против медиа, против какого-то там диджея, ведущего, кто-то когда-то играл, но не профессионально. Да, у меня такое. Медиа-игрок играет против такого же медиа, и профессионал играет против профессионала. И реально есть профессионал. Ну прям, то есть люди приходят смотреть и говорят, вау, вот это такого даже в ВТБ-лиге нет. То есть вау, вау, типа, это развивается очень сильно. Это именно про спорт и стиль, именно про вот эту схему миксинга, там, кип-хопа, движуха, культуры, вот это все во единость. Да, важно, что замешал музыку вообще сильно. То, как должно выглядеть. Я считаю, если это будет немного про только интертеймент, когда выходят, знаешь, там, типа, футболисты играть в баскет. Просто нужно обладать определенным навыком играть в баскетбол. То есть нужно что-то, координация, да, чтобы это выглядело красиво. А есть тренера у вас? Есть тренера, есть у нас, у нас китчен, баскетбол-кухня, такой чувак, который индивидуально подготавливает, да, то есть я к нему хожу. Я и до этого уже играл. И многие ребята со второго сезона очень сильно подтянули. Тот же Гуди, который футболист, просто там шмаляет трехи, там еще что-то. И это выглядит вау, и это прикольно. И он говорит, я так влюбился в эту движуху, то есть клево. Я надеюсь, будут новые команды, я надеюсь, будет больше площадка. Я надеюсь, что это путь в долгую, потому что это про стиль, про какой-то вкус, про то, что у нас в России как-то нужно, типа, говорить, вот смотри, вот оно, что нужно, да. То есть понятно, у нас все любят футбол, понятно, у нас все любят там классно футбол. Вот медиа, вот эта вся движуха сильнее выстрелила, чем футбол. Думаешь? Я думаю, футбол, он более массовый, но футбол стилевая более получилось, как будто. Да, то есть это вот прям, типа, воу. Типа слишком круто интегрировалась музыка туда, вот это все пати, автопати, припати, вечеринки. Ты прям знаешь, что такое думаешь, ну, блядь, что-то не доебато, как будто. Но я, конечно, понимаю, что там у футбола это намного больше охватов, пока что, да, потому что это чисто наше. Просто поклонники футбола, они как будто не про музыку. Они такие, типа, вот погонять футбол, там, может быть, попеть песни Максим, там, да, то есть что-то такое. А баскетбол, он неразрывно связан с музыкой. Каждые выходные выступают какой-то хедлайнер. Бывают диджики, да, АВГ вот тоже играли, да, ребята. Мы выступали с Лехой. Дали был, с Мэгом. Да. Да, выступали. Просто артисты, там, Алблак и так далее. То есть ты приходишь, это все прям связано, это классно миксуется. Вот. А футбол, даже футбол ты можешь заметить в медиафутболе, в команде, ну, как будто только профики уже играют. Это все стало таким серьезным заработком. А в баскете мы стараемся, то есть все равно первый сезон был такой, знаешь, пацаны из бейсмента сидят, блядь, ебать. Как выглядит все, как будто заруба за 3 миллиона, там, за миллион, вот это, да, все там, ааа, рвут. А там есть приз какой-то? Да, 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 3 миллиона, перстни чемпионские. Да и вообще просто моя жизнь разделилась до победы и после. То есть я как будто ментально стал чемпионом, я такой, ну, блядь, не знаю. Я бросил курить, вот вообще, я вот признаюсь, вот, ну, был никотин в моей жизни, он пошел в жопу просто. Я пообещал, что если мы выиграем, я типа закончу. Я как-то стал лучше, и это открыло большие двери для развития нашей команды. Мы сейчас будем развивать там, как-то детей привлекать к этому. И это реально спорт, я считаю, вообще всем нужно этим заниматься, потому что это дает некую дисциплину, которая поможет тебе в любом деле. То ли там ты музыкой занимаешься, то ли ты там еще что-то, да? Я не знаю, ты, может быть, удивился, да, что я тебе вчера ответил, что сегодня я в 8 утра встал, и мы здесь. Хотя, да, я диджеев. Для всех, ну, мы откроем маленький наш внутряк, да, то есть мы снимаем в 10 утра до открытия работы Pioneer Digi School, поэтому мы и снимаем утром. И для всех диджеев это гигантская проблема приехать так рано. Серега мне сегодня в 8.30 уже звонил, я на ногах, типа все. Ну да, встал я в 7, типа я даже пробежался, то есть я не знаю, после этого всего спорт стал моим каким-то, ну, неотъемлемой частью. То есть я в режиме живу с понедельника по четверг, ложусь реально, у меня в 8 уже вечера вот так начинает. Ну, а выходные чуть даю себе отдохнуть в клубах. Я, то есть не пью, не курю, ничего, не это. Это мне очень трудно, учитывая мою, как сказать, визуальную составляющую людей, которые около меня, да, везде все приезжают, что там, знаешь, там в Воронеже приезжают, мне там, ааа, самогон держите. Я говорю, бро, давай я бутылку эту просто заберу домой, да, у меня там в райдере бутылка воды и все, там, фрукты там, типа это. И как-то вот на этом вайбе, короче, стало клево. Просто я реально признаюсь, там, в моменте я думал, ну, так можно умереть, ну, типа там, пить, да, веселиться, каждые чертовы выходные, да, еще как-то работать. На самом деле, спасибо бейсменту, потому что однажды очень сильно ждал эту вечеринку. Там всегда клевые девчонки, там всегда все клево, думаю, сейчас женусь я найду. И, блин, бро, знаешь, как бейсмент прошел вот так. То есть я выпил, все, забыл, все, я просыпаюсь, потратил там кучу денег, всего, не помню, там, сет это так готовил, отыграл его, как его, непонятно. И я такой, так, надо завязывать, короче. И вот еще была медиалига, которая тоже какую-то зону ответственности. Во втором сезоне я пытался работать и играть в баскет. Это игры в баскетбол идут в субботу-воскресенье. Это мои рабочие дни. То есть, ну, невозможно дать сет 3 часа ночи и потом пойти и играть на высоком уровне в спорт. Я сказал, что все, давайте в этом сезоне я не играю. Но у меня были там какие-то, у меня вот как раз было это Дубае, и там еще были дожди, у меня там задержали самолет, я вот такой прилетел у нас, две игры, я такой, все, я типа, ну, мне звонили там, звали на вечеринке, говорю, ребят, но если там в 11 он меня поставит, то есть там до 12, я поиграю. Вот, а так у меня сезон, я, пожалуй, короче, не могу. Вот, научился это комбинировать, и, блин, лучше никогда не подумал, что в 33 я буду себя просто чувствовать на пике там, ментальной какой-то физической формы. Короче, вообще так перевернулась жизнь, и реально это делает лучше, если у вас есть какая-то минутка мотивационная от меня получить вот этот заряд. я говорю вам, это можно делать, это работает, сделает вас лучше, ребята, пожалуйста, прислушайтесь, да. Знаешь, какой момент хотел еще с тобой обсудить? Диджей комьюнити в нашей стране. То есть есть такое мнение, что вот все диджеи, которые медийные, там, Леша, да, то есть там, ты, или те диджеи, которые в такой тусовке а-ля хэппи-энд, а-ля такие, типа, они как будто бы держатся обособленно, немножко надменно по отношению к другим, типа, диджеям. Типа, мы вот знаем новую школу, мы знаем вот этот весь новый музон, а вы все играете какую-то там, типа, шнягу, и типа, как будто бы такая, типа, отношение пренебрежительное. Ну, то есть то, что я ловлю среди разговоров диджеев, типа. Ну, есть такое, что не будем брать. Но мне кажется, чуть такое как-то внутри ковыряет их. Типа, ну, что тебе мешает снимать, делать клево. То есть есть ребята, которые, блин, я не помню, стерео шум, что ли. Я не знаю, ты знаешь, нет, там просто куча мемов сейчас, ну, прям реально там, знаешь, типа, тип сидит там, у него видос там. А почему сейчас все диджеи, блядь? Ты криптовалютчик, диджей, ты блогер, диджей, блядь, ты фотограф, ты диджей, блядь. Ну, и там вот много вот этих видосов, и ребята через вот эту с призму, бля, выпустили свой релиз, там у них треки там про баню, они там как хлеб приколы делают. Че тебе мешает, типа, ну, почему ты там вот и в трушность диджеинга в эту влился, и все, ты там замкнулся. Сейчас не работает так. Нужно быть вот медиа. Ты без какого-то образа, ты вообще, ни в музыке у тебя не получится, вот там как артист, да, не получится, как раньше, выпустить классный трек без какой-либо вообще бэкграунда, истории, и ты думаешь, что он стрельнет? Нет, бро, вот отвечай, как у меня куча, много людей, знакомых, друзей, которые такую музыку делают, но они вот не могут. Но, блин, я тебе могу противопоставить того же Имамбека. Человек без харизмы, без абсолютно какого-то образа, который просто запилил ремикс и получил дремя. Да, он не может пока воспользоваться как-то, я так понимаю, всем этим. Ну вот опять же, да, либо ты... И здесь какой успех? Либо ты там разочек стрельнул, и что? Да, сейчас, я так понимаю, вообще за Имамбека делают все другие люди. То есть это даже, возможно, даже сам Имамбек, как вот чувак тот, кто был в этой под маской, я знаю там Кирилла Джама там и так далее, да, он вообще, наверное, сейчас сидит там и такой, блядь, почему я не воспользовался? То есть либо ты там пульнешь и упадешь, да, либо у тебя ничего не получится, и ты будешь там свое супермузло делать. Там тоже очень классно сработал продакшн, вот очень классно сработал продюсер, да. Сейчас мало таких продюсеров, которые, ребята тоже, да, вот кто, блядь, куда отдать треки, лейбл там и так далее. Лучше самому все делать и забирать этот кэш там с выступлений, с стриминга, еще чего-то, не делиться ни с кем. Либо, ну, единицы продюсера, как раньше там, знаешь, там, на-на там и так далее. Ты знаешь точно, что тип этот сейчас сделает, там, Игорь Крутой сделает из этого там супер-топ артиста, вот. Поэтому без какого-то бэкграунда, без чего-то, или более случая там, знаешь. Но опять же, Имамбек, он же делал это, он же не просто там, знаешь, там, ремикс тоже надо сделать такой, знаешь. Так я и говорю, у него кроме музыки не было ничего. Да, но он, ну, как бы, в этом совершенствовался, и поэтому получилось. Просто так, сидя на жопе, ничего не получится, да. И, как бы, просто диджеить, этого тоже недостаточно. Просто включать музло. Это реально, диджеинг, блядь, сейчас, ну, ребят, это реально. Может любой научиться, не так уж это и трудно. Но не делая там свою музыку, не быть каким-то медиа, не делать параллельно что-то, транслировать. Ты, как бы, ну, будешь вот в хэппи-энде диджей, все. Как бы вот так. И с такой думать, а, блядь, почему, почему они играют говно? Ну, потому что приходят, начал, как Карина Истомина, блядь, приходят на нее. Реально, ты можешь там чуть фокануть, чуть быть не в настроении, дать какой-то сет. Но приходят на тебя, ебать, мать, Карина, боже мой, пожалуйста. То есть даже меня иногда напрягают люди, которые просто вот встают с телефоном, весь мой сет. Не танцуют, но они вот. Зато потом у тебя классные видосы, но они прям вот. Ну, Мэг, ты видел недавно? Эмоционально записывал, что первые 20 минут. Нет, это очень тяжело, ребята. Типа, он просто не понимает, что надо делать. Потому что нравится ему или не нравится. Да, это тяжело просто, реально. Ты стоишь такой, думаешь, блин, я даже не поднимая глаз, иногда ты видишь, как люди какую энергию дают. А ты знаешь, что сейчас там, допустим, тот же Джеймс Хайп делает на Ибице вечеринку без телефонов? Потому что это реально очень сильно отвлекает. Это жестко отвлекает. Потому что вот я был в одном клубе, не буду называть, но у меня было ощущение, вот мы с другом приехали, в очень модное место, супер модное место. И у меня такое ощущение, как будто просто идут съемки клипа. Я много раз был на съемках фильмов, клипов. И как будто вот сказали, мотор, танцуем. И они такие, типа, двигаются. Ну, это жесть, да. Типа, стоп. И все стоят, монтируют в реальном времени на танцполе свой видос, чтобы выложить его. Это жесть. Ну, поэтому я стараюсь, мало кто так делает, я стараюсь использовать микрофон. То есть в какой-то момент я могу им управлять. И ты им говоришь прям, типа, уберите телефоны? Ну, типа того. Не то, чтобы как-то не грубый, а просто, типа, ну все, все поснимали, давайте там кайфанем, да, или... И это реально работает. Я не знаю, как, может быть, у меня это работает. Может, кто-то другой возьмет микрофон, не получится. Но это реально, типа, как бы не то, чтобы управление толпой, а ты как бы с ними синхронизируешься. Ты такой, так, проверил настроение, все топ, все классно. Бывают, на самом деле, сеты такие, знаешь, я ухожу, такой, блядь, как мне было тяжело, как мне было. А мне там организатор звонит и говорит, какое было мясо. Типа, все были. Хотя люди такие, знаешь, типа, то снимали, то ли они снимали и стояли на месте, но они все кайфанули. Но иногда, чтобы получить какой-то фидбэк, да, лучше с майком, конечно, не везде это есть. Я, кстати, знаешь, что заметил, не знаю, видел ты или нет, в разных городах по-разному люди выражают эмоции. Вот есть города, где супер эмоциональные люди, там галячи боксары приезжают, и там люди уже все заряжены. А там, я помню, был, ну, вернее, есть город Пермь, я несколько раз там был, и они все просто стоят. И я, типа, арт-директор, он такой, разъеб, разъеб. Да, да, да. Я, какой разъеб, они просто стоят, там с пола полный, но они просто так стоят. Раньше, когда была открыта дорога в Европу и так далее, вот тогда был очень жесткий резонанс, что, типа, в Европе люди просто, ну, какие телефоны, ну, блядь, две минуты поснимали, все положили, да потус, яиц там, вот так. И ты такой говорил, вот, я люблю, там, Прага, не знаю, Таллинн, еще что-то. Это прям было мясо. Сейчас, конечно, да, вот, я говорю, ездил куда-то, вот, в какой-то ее город, не помню я. Вот как раз Кемерово я могу отчетливо тогда дать. Да, то есть тогда это было, это был 2016 год, когда реально ты мог зайти, скачать новые EDM-треки, которые никто не слушал. Их включить и видеть, как толпа просто теряет все под нее, да. И вот за это, так скажем, я люблю разогревы с Лехой, что там я могу какие-то новые треки включать. Там есть у меня какая-то власть вот этого дать новое, понял, людям. Вот, и реально публика отличается, конечно. То есть Москва, там, сама тусовка. Даже в Москве от клуба к клубу раз в вечер. Я вообще не могу сказать, знаешь, вот меня спрашивают, куда сходить, я бы так не сказал. Я бы сказал, что смотря кто играет, какая вечеринка. То есть много мест, например, DFF, где солянка максимальная. То есть все зависит от подбора диджеев. То есть нет такого, я не могу сказать. У тебя в DFF, там, мясо. Да, вот хороший пример, когда клуб не имеет определенного музыкального формата, грубо говоря, все зависит от диджеев. А как будто бы сейчас только такие клубы? Нет, нет, допустим. Есть клубы, которые пропагандируют определенную культуру, определенный музыкальный формат, и от него не отходят. Ни влево, ни вправо. А есть вот клубы, где ты приходишь, и каждый раз для тебя это будет сюрприз. Да. Сегодня драм-н-бейс, завтра у тебя... Причем бывает в один день. Так, я помню, там, в том же DFF, я стою, и я такой смотрю так. Инстрина, Бикла, Чирокки. Я такой, блядь, ну пиздец. Типа люди реально там за четыре часа получат весь спектр музыкального, не знаю, от жанра. Раньше это было только на фестивалях, я помню. Ну да, да, да. На фестивале ты понимаешь, что вот этот диджей играет джангл, драм-н-бейс, этот диджей будет валить там типа техно, этот диджей психоделик транс играет и так далее. А сейчас это, возможно, в течение ночи. Мне кажется, что люди, вот есть как раз такие клубы, где люди приходят, и они ведомые, то есть, грубо говоря, они стоят и, наверное, думают, что вот это, то, что им дают, это типа модно. Это надо осознать и сделать вид, что тебе нравится. А на самом деле тебе может нравиться другая музыка. Либо ты находишь место себе по вкусу, и ты туда ходишь каждый выходной, потому что понимаешь, что это будет там хаус-музык. Этим Москва и огонь, что реально, в принципе-то в теории можно на любой вкус найти. Потусить мема, тут же выйти и пойти в квартиру. И ты знаешь, что ты там получишь. Три часа ночи, грубо говоря, да. Еще, наверное, наши люди... Вот был какой-то момент, да, все такие, я меломан. Я типа могу послушать, ведь не Хьюстон, потом включить Prodigy. И вот эти люди чуть подросли, и теперь у нас солянки на вечеринках, короче, вот. Но есть промо-группы, которые просто меняют место, но у них свой музыкальный какой-то наш костяк там. Тот же бейсмент, это только хип-хоп, никаких. Ну, как Russian Style, это только вот про бейс-хаус, там, тег-хаус и драйвбейс. Вот такие ребята. То есть, как бы, время промо-групп каких-то, наверное, которые берут клуб под свое начало и делают там тусовку. Вот. Как-то так. Я думаю, что мы, в принципе, много обсудили. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, очень приятно. Все прыгайте в комментарии, обязательно. На все самые важные комментарии я сам отвечу. Я думаю, Серега тоже зайдет. Вообще с кайфом. Да, в YouTube, в ВК. Смотрите, комментируйте, лайкайте. Большое спасибо. Слушайте хорошую, отличную, классную музыку. И не важно, в каком стиле.